В детстве он мечтал быть похожим на Портоса из трёх мушкетёров. Но позже, как пример для подражания, выбрал кардинала Ришелье. Безумно любит лошадей. Передвигаться предпочитает на железных конях. Он мог бы стать геологом, даже занимал призовые места на всероссийских олимпиадах. Но в результате сделал совершенно иной выбор. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Это наверняка не первая же машина, да? Ну, это третья. А первая какая была? Первая была тоже BMW 800-й спорттурист. Но это был такой не лучший выбор, потому что достаточно высокий мотоцикл. У меня, как говорится, ноги короткие оказались. Куда в первую очередь хотелось бы отправиться? Вот именно на нём. Ну, куда-нибудь на восток России. Почему? До Урала, может быть, и до Байкала бы доехать было бы неплохо. Насколько это возможно на нём? А в юности что были, на чём начинали? Что это там, я не знаю, Яла, Восход, Чизет, что тогда? В юности я год собирал в гараже Восход из запчастей. И в моменте, когда я его собрал, мама его кому-то тут же и продала. Или отдала, или продала, не знаю уже теперь. В общем, в юности был тот велосипед, на самом деле. А мотоцикл появился уже позже, 4 года назад, первый мотоцикл. Почему в последнее время среди управленцев и политиков мотоцикл так популярен, как вам кажется? Ну, наверное, пробки, наверное, камеры, наверное, вся вот эта вот зарегулированность всегда. И невозможность остаться одному. То есть в машине ты всё равно едешь, как правило, с водителем. То есть ритм жизни такой, что самому не всегда удаётся управлять автомобилем. Да и мотоцикл, он всё-таки даёт чуть большую сеть на свободу. С одной стороны, свободы, с другой стороны, побыть в одиночестве возможно. Да. Андрей Сергеевич, расскажите, кто это? Познакомьтесь. Это Сарбонна, это Ристея, по-простому Бося и Ася. Сарбонна, сестра, мама, Ася, дочка. Бося, ну что ты, ты демонстриваешь плохие манеры. Ну, это такая детская мечта была. А года, наверное, 4 назад или 5 уже появилась возможность завести лошадь. И рядом с моей дачей в Подмосковье была конюшня. Это была такая интересная конюшня. Конюшня для лошадей-пенсионеров. Туда привозили лошадей, которые как бы не хотели, так сказать, задавать на колбасу. Ну, и я туда заехал, спросил, могут ли они подобрать какой-то лошадь для меня, с учетом еще и достаточно больших моих габаритов, чтобы лошаде было комфортно. И оказалось, что вот есть сарбонна, мы с ней как-то подружились. И так вот вместе она живет. Откуда такая детская мечта? Почему вдруг лошади? Сложно сказать. Может быть, из каких-то, ну, наверное, из фильмов про мушкетеров, там, что-то вот такое. Да, из там, гардемаринов, так тоже самое. Лошадь, там, скачки, там, что-то вот такое. Всегда хотелось научиться ездить верхом. Ну, какой герой ближе всего? Ну, наверное, в разном возрасте, по-разному. Сначала, конечно, это был Портос. Мне он очень нравился, он был добрый, сильный, как бы, да, и особо не заморачивался, да, ни с чем. Помните известную фразу «я дерусь, потому что дерусь». Ну, а сейчас, скорее, наверное, уже не мушкетеры. Я, когда стал увлекаться историей, интересно было про эту эпоху прочитать не билетристику. И тот вклад, который в развитие Франции сделал кардинал Ришелье, он показан как отрицательный герой. На самом деле он, конечно, был... Так, 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 так. Бось, вымогательство может быть пресечено. Ну, он не герой, конечно, мой, но, в принципе, человек, которого стоит уважать за то, что он сделал все время в стране, которую управлял. Андрей Сергеевич, давайте познакомимся с другими питомцами. Питомец Шерлок, значит, прибыл недавно. Друзья в Москве, которые помогают, поддерживают бездомных животных, попросили взять его себе. Ага. Тоже подарок друзей собака Лабай по имени Гера. Я, значит, главная воспитательница местных детей. И у меня охотничий пёс такой достаточно редкой породы вахтыльхунт. Это немецкая егерская собака. На самом деле это спаниель, вот такой спанилеобразный. Она сейчас экзамены сдаёт на выезде, поэтому пока её нет. Она должна сегодня вечером приехать. Вы такое ощущение, как будто рассказываете про людей, на самом деле. Не про собак, не про лошадей. Ещё есть кот. Ещё есть кот. Да. Который, встречая вас сегодня, не соизволил. Он не соизволил, потому что он, видимо, ловил мышей всю ночь. Периодически я нахожу у себя этих мышей где-то рядом с кроватью, сложенных ревком, так сказать. Но сегодня он открыл один глаз, сказал, что устал. Устал, да. Даже есть не пошёл. Вы всё время каких-то трудных подростков берёте из приютов? Что Шерлок, что кот. Как правило, такие животные, они более преданные, более разумные. Что выжить в такой среде сложнее. Более преданные? Мне кажется, да. Почему? Ну, потому что им есть чего ценить. Как ваша жизнь изменилась с сентября 2017 года? Ну, работ стало ещё больше. Свободного времени ещё меньше? Свободного времени меньше, да. Работа – это очень важная часть жизни. А семья? Семья – это очень важно. Семья – это важно. И в своей сфере у меня жена достаточно состоявшийся человек. И несмотря на все вот эти мои перемещения, мы стараемся сделать так, чтобы её работа, её вот эта жизнь, она тоже как бы была, да. То есть, ну, конечно, последние полтора года главное – это наша дочь. Но, тем не менее, жена старается успевать. Она в Новгороде тоже работает. И старается квалификацию. А чем занимаешься с Суповым? Она врач. Начинала, она ещё в Челябинске работала как акушер в роддоме. Потом больше у неё стала интересовать хирургия. Вот она, он-то гинеколог. И здесь, в онкоцентре, она и работает. Непростая такая специальность. Непростая, но жена считает, что она приносит пользу. И, наверное, люди, которым она помогает, ей благодарны. Безусловно. В этом смысле её работа гораздо более ответственна, чем моя, да. То есть, по большому счёту. Андрей Сергеевич, мне кажется, вы какой-то очень спокойный человек. Что вас может вывести из себя? Есть такие ситуации? Ну, если меня что-то выводит из себя, то это скорее плюс, чем минус, да. Потому что это значит, что мне не всё равно. Но, как правило, если я очень зол, то я ещё более спокойно становлюсь. То есть, когда я зачёркиваю, как бы, раз навсегда, то это происходит всегда спокойно. Когда я начинаю махать руками и ругаться, это значит, что неважно, чтобы человек исправился, чтобы как-то он меня услышал, понял и так далее, да. Что должен сделать человек, чтобы вы зачеркнули? Предательство, воровство. Какие-то такие вещи. То есть, скажем так, недостойное поведение, да. То есть, когда человек использует какие-то свои возможности, там, в личных целях, да, когда это всё неправильно, и я это не очень люблю. А с каким человеком нам будет интересно? Наверное, с человеком, в котором есть что-то, что, чего не умею я, или там, какие-то качества, которых у меня есть в меньшей степени. То есть, мне интересно с людьми, до которых нужно немножко тянуться в каких-то вещах, и с людьми, с которыми я могу быть на равных. Да, то есть, ну или там, конечно, интересно с людьми, которые умнее меня, да. То есть, это безусловно так, но важно, чтобы мне было, за что человека уважать. Чтобы было что-то в нём, что вот я понимаю, что он в этом супер. До чего пытаетесь дотянуться? Ну, много у меня таких планов. Наверное, вот вызывают у меня уважение люди, которые там более дисциплинированы, которые могут сказать, я там каждое утро делаю зарядку, и делают её, чёрт возьми. Я, конечно, ленюсь периодически. Вот, наверное, такие люди. Что вас может заставить перестать лениться? Это мне должно быть очень интересно. Я был юным геологом. Мне было интересно, потому что такая отличная туристическая немножко, отличный формат, да. То есть, в отличие от туристов, ты не ходишь 15 дней с рюкзаком непонятно откуда, непонятно куда, да. У тебя там базовый лагерь, там отдельная палатка с едой, там есть, да, там и так далее. И оттуда ты уже налегке, на день, на два, идёшь какой-то маршрут. Занимаешься там геологической съёмкой местности. С рюкзачком, там, поспать, там, ёлочек нарубил, там, собственно говоря. Кто-то брал палатку, я не брал. Мне интересно было в лесу так жить. Вот, и один. Ну, и плюс что-то можно найти. Да, то есть, мне было важно, что... То есть, я не могу бесцельно что-то делать. Я не могу плавать в бассейне туда-обратно. Мне не интересно. Нужно из точки А в точку Б. И, там, будучи юным геологом, я возвращался, у меня какие-то там коллекции минералов собирались. Я понимал, что я пошёл в лес, и я из леса что-то принёс. Ну, то, что можно было, конечно. Вот. Вот это было увлечение. ПИК был четвёртое, по-моему, место на Всероссийской олимпиаде по геологии. И, по-моему, это давало возможность поступления на геологический факультет МГУ. Почему не воспользовались? Была такая смешная история у меня другом. Родители были геологами. В тот момент они уже были такими бизнесменами, а не геологами. Ну, так мелкими, местными. Ну, как-то вот мы были у него на кухне школьниками, 10-й или 11-й класс. Пришла на кухню мама, с нами разговаривает. И вот так, не глядя, она одной рукой берёт банку, другой нож. Точно так же, продолжая с нами разговаривать, одним движением скрывает эту банку. И ножом начинает эту тушёнку есть, как бы, да. И что-то я подумал, что я не хочу в 40 лет иметь вот именно этот навык в качестве базового. И не пошёл в геологию. Андрей Сергеевич, куда едем? В окрестностях Демянска. То, где мы сейчас находимся, это крайняя точка, куда немецкие дивизии дошли вот в этой части. То есть, они довольно долго удерживали Демянска. Вообще, вот здесь фронт был стабилен. То есть, практически до 43-го года, два года, вот эта вот территория, она была такой зоной постоянной борьбы. Наши отступали здесь с боями, с серьёзными потерями. И, ну, наверное, Демянский район, он один из самых таких насыщенных и оружием, и в том числе и солдатами, которых до сих пор пока не похоронили. Когда вы решили, что должны это делать? Практически сразу, как приехал, есть большой поисковый отряд «Далина», который обиднеет всех новгородских поисковиков. И часть этого отряда – это отряд «Находка», куда я вступил. И, собственно, с товарищами стараюсь периодически выезжать. Одна из первых моих была поездок с товарищами. Там была авиационная воронка, куда просто скинули погибшего, и ушли. И помните картину о ферс-войне, да? То есть, что-то подобное я увидел. То есть, груда костей, груда черепов. И там у всех у них были очень хорошие зубы. Всем им было лет так 18, 19, 20, 22, может быть. И это те люди, у которых не случилась жизнь, не случились дети. Они не стали учеными, не знаю, кем-то еще. И в какой-то мере мы же отвечаем за нашу жизнь, за то, что они сделали. Поэтому помнить про это нужно. Когда этих солдат по-человечески хоронят, да, то есть вот действительно есть ощущение, что как бы их это отпускает. Как-то, да, то есть все. Пойди, пожалуйста, я к кости пошли. Да, да. Лопатка. Противогаш, что ли? Или что это такое? Да, я не поймал, что-то. Слушай, а он не один. Ну да, похоже, что не один. Не один, вот на третьей лопатку. Ну, теперь два бойца вернутся домой. У нас все заберено. Вот так, лопатка саперная. Еще одна. Еще одна, да? Одна была уже. Уже не двое, да? Ну, Саша, по ногам три. Саша, тут уже троих, значит. Ну, чего, сколько? Двое, трое? Трое, как он. Андрей Сергеевич, сколько времени уходит так, чтобы открыть, все поднять наверх? Ну, когда отряд работает, в принципе, люди все сработанные здесь, да, и каждый знает свое место. Ну, полчаса, наверное, так где-то. Ну, это вот еще повезло, что три солдата, если могло быть и больше. Ну, наверное, такой световой день в лесу, где-то там 5-7-10 человек, как правило. Поднимаете? Поднимаете, да. Сколько раз, я не знаю, вам дается вырываться за сезон? Ну, два-три. Два-три? Не очень часто. А кто вот эти люди, чем они занимаются в жизни, в обычной? Совершенно разные люди. Есть бизнесмены, есть представители правоохранительных органов, есть просто пенсионеры, есть работники наших новгородских предприятий. То есть, как правило, это люди самодостаточные. Самая главная характеристика – люди, которые это делают в свое свободное время и, в общем, потому считают это правильно. И на свои средства. И на свои средства, да. Спасибо. Это комната отдыха. Да, это, наверное, так можно ее назвать. Часто удается во время рабочего дня здесь посидеть, отдохнуть? Ну, отдохнуть не часто. Иногда поговорить здесь удается спокойно, когда нужно с кем-то пообщаться. Здесь такое более уютное, что ли, помещение. Там, я смотрю, книги, что редкость нынче времена электронных книг все-таки. Я, наконец-то, получил возможность какие-то вещи в подлиннике почитать, потому что мы же все по христоматиям изучаем, да, и по сборникам цитат. А здесь такой интересный опыт у меня был и, в общем-то, есть еще. Можете показать, что там за стеклом? Из последнего, вот что, наверное, самое у меня было такое интересное. Ну, цицерон, безусловно. То есть, все знают, что был такой товарищ, да, все говорили, как цицерон. Но почитать его высказывания, вот эти о старости, о дружбе, о вывязанности. Вот, кстати, о дружбе. Фазиль Искандер, он очень четко разделил, кто такой приятель и кто такой друг. Вы можете отличить? Приятель – это человек, с которым, наверное, время проще просто проводить и легко. А друг – это человек, с которым можно разделить радость. И хочется разделить. Это… Бюсты Матвеевича, да? Это знающие о моей слабости к котам люди. У меня в Москве, точнее, уже на даче, на подмосковной, что-то уже за тысячу этих котов. И, честно говоря, я когда переехал в Новгород, я думал, что вот эти коты там останутся. И больше у меня там этих фигурок котов уже не будет. Но, видите, коллекция пополняется. Коллекция пополняется, да, и конца и края ей нет. То есть надо, видимо, все это убрать, спрятаться. Даже вот друзья кота нарисовали даже у них. А вот это очень интересная история. Это где-то начало первой половины 19 века. Это японские сказки про демонов, которые, в общем-то, атакуют просто граждан. Демонов, видите, в форме котов тоже, да? При этом домашний кот, он с полотенцем на глазах исполняет какую-то пляску. Это вот прообраз тех мультфильмов, которые сейчас они снимают. Вот в начале 19 века они это видели так. Достаточно интересная вещь. Я долго за ней охотился, как бы, за этой гражданой. А вы активный пользователь социальных сетей? Я не очень активный. То есть я пользуюсь социальными сетями. Но не могу сказать, что каждый день, не по разу. То есть стараюсь писать, как бы, и стараюсь читать. Потому что там мои друзья тоже иногда что-то интересное пишут. Какие-то события, какие-то цитаты, какие-то, может быть, новости. Я заглянул, не скрою, уж простите, в ваш инстаграм. И посмотрел на фотографию, где вы вместе с женой что-то готовите перед Новым годом. Это были, по-моему, пельмени. Частенько такое бывает, что на кухне, у плиты? Или вообще этим не увлекаетесь? Ну, не увлекаюсь, наверное, все-таки больше. Это просто вот мне сказали, что я должен. Это уже там совесть я потерял в конец, да. И такой семейный, семейная подготовка к Новому году. А так, бог таланта не дал. Готовить могу, но так, в общем, простые какие-то вещи. Что-нибудь скипятить, размешать. И так далее. Сегодня в течение разговора вы не раз произнесли слово «свобода». И в приемной у вас лежит журнал, тоже на обложке написано «Абсолютная свобода». Что это такое для вас «Абсолютная свобода»? Ну, я не думаю, что оно вообще существует, «Абсолютная свобода». Для меня это, вы знаете, вот это ощущение, когда ты еще не сделал дело, но ты уже понимаешь, что его точно сделаешь. Вот, когда ты двигаешься вперед, ты понимаешь, что вот-вот произойдет то, чего ты хотел, да. Это процесс или финишная прямая уже? Это уже последняя часть процесса. Когда на финишную прямую выходишь. Да, да. То есть еще не произошло, но вот уже точно произойдет. Что внутри, что это за ощущение? Полет. Субтитры создавал DimaTorzok